Все профессионалы используют просторные петли, особенно на формуле это полезно, что позволяет больше свободы, если хочешь поставить стопу дальше на край или ближе к середине. Когда дует сильно, сделай заднюю петлю более свободной, так что можно глубже просунуть ногу и чувствовать себя безопаснее. Да, с ногами мои петли очень свободны, я могу пробовать разные положения стоп. Когда я режусь на ветер, то ставлю пятку больше кпереди. Летучка. Для гонки на формуле это абсолютно необходимо, иметь регулируемый шкотик на обеих сторонах. Для гонки только вниз по ветру, можно иметь только на одной стороне. Я устанавливаю зажим на полную длину руки позади троп-шкотов, поставив ближе и не хватит рычага, чтобы им пользоваться. Можно прицепить резинку от мачты к концам шкотиков, чтобы они не болтались. Тогда их легко достать и не надо оглядываться назад, и ничего не запутывается. Просто схватил, потянул и готово. Сэкономишь две секунды возни с ними, а это выигрыш целой позиции на трассе. Некоторые используют сложные устройства с лямками и сложными системами блоков, но мне нравится, когда все просто. Стандартный 6-миллиметровый шнур Marlowe и один блок с зажимом на гике. К этому блоку я привязываю 4-миллиметровый шнур типа спектра или дайнима. Они хорошо скользят на блоках и не тянутся. Трапшкоты. Это мой гик и мои трапшкоты. Я использую довольно длинные трапшкоты, от 60 до 80 сантиметров. Они регулируемые. Обычно использую 65-сантиметровые. Я недавно поменяла мои трапшкоты на более длинные. Я думаю, это распространенная ошибка использовать короткие трапшкоты. Обычно женщины ходят на коротких. Я тоже так делала. Теперь поняла. И думаю, что только на очень гладкой воде и недостатке ветра можно использовать короткие. Обычно намного легче управлять доской, парусом, вверх и вниз по ветру с длинными трапшкотами. Мои трапшкоты 24 дюйма. Я пробовал найти хорошие регулируемые, но пока не нашел ничего, чтобы мне очень понравилось. С большими формулными парусами трудно точно найти точку баланса на гике, потому что он такой длинный. Большинство райдеров ставят трапшкотики от 15 до 30 сантиметров слишком далеко вперед. С такими большими парусами точка баланса находится намного дальше назад, чтобы правильно закрыть щель. Мне нравится одинаковая нагрузка на обеих руках, когда парус закрыт на полном ходу и щель закрыта. Для скоростного слалома большинство лучших гонщиков используют 66-сантиметровые трапшкоты. На гонках формулы многие используют 60-сантиметровые шкоты. При очень сильном ветре в слаломе мне нравится держаться подальше от паруса и опустить таз ниже, и я использую шкоты в 70 сантиметров. В целом для легкого ветра я делаю трапшкотики чуть короче локтя, для среднего ветра до локтя, а для крэйзи трудноконтролируемых условий распускаю длини локтя. Настройки парусом. В прошлом году в Nell Pride произошли значительные изменения конструкции парусов с широким мачт-карманом, что придало больший диапазон и стабильность, которых у нас не было раньше. Это было очень важное развитие для нас. Другие фирмы стали делать то же самое. Очевидный вопрос это, как сильно выбивать парус по мачте и по гику. На этот вопрос практически нельзя однозначно ответить. Лучший совет, который я могу дать, это выйти на воду с хорошим партнером по настройке и действительно познай, как весь комплект, и не только парус, работает на воде. Понятно, что по сравнению с более высокими и тяжелыми ребятами, тебе понадобится сильнее набить по мачте и по гику, и это важно. Не пытайся набивать так же, как кто-нибудь, как Антуан или Майка, которые значительно тяжелее и выше тебя. Им нужно меньше натяжения по мачте и по гику и меньше твист, чем кому-нибудь, кто легче. Используй правильную мачту, рекомендованную разработчиками паруса. Я думаю, по мере увеличения набивки по мачте, скорость будет увеличиваться до тех пор, пока ты не станешь терять высоту, что будет говорить о том, что ты перестарался. Так что правильная настройка будет что-то где-то около этого. Так что я не могу сказать, что это будет где-то полсантиметра от чего-то. Все дело в настройке на воде, в сравнении с кем-нибудь, делая пометки, это лучший способ. Я лично не могу сказать, это все зависит от каждого индивидуально. Увеличивай натяжение по мачте до тех пор, пока ты не начнешь терять напряжение паруса и терять тягу. С этого надо начинать, потому что ни за что не настроишь парус физически точно, пока ты не привыкнешь делать это все время. И знаешь технику, как это делать. Если использовать рукоятку, то ты сможешь отрегулировать парус с точностью до миллиметра, если тебе хочется. И ты сможешь поэкспериментировать с чуть большим или чуть меньшим напряжением и найти то самое положение. Таким образом можно узнать, как твоя верхушка балансируется, и это приносит удовлетворение от паруса, когда все чувствуется как надо. Лучший способ опять набить парус точно так же, это делать пометки на парусе, куда морщинка доходит наверху, или делать пометку на основании для набивки по мачте. Я выхожу на воду почти каждый день и пробую оборудование. Почти каждый день кажется, что ощущения отличаются. Тогда я выхожу на берег и меняю настройку на сегодняшний день. Я выхожу на воду задолго до гонки и пробую настройки. Сделай себе заметку. Когда нашел хорошее положение по мачте, которое тебе нравится в этот день, пометь его, так что потом можешь это повторить. Это важно, потому что ты провел два часа в поисках этой настройки, и завтра тебе это надо повторить. Тогда не надо тратить время, чтобы это положение опять найти и думать, как же это я сделал вчера. Относительно настройки лат, естественно, нужно больше натяжения на нижних латах по сравнению с верхними. Но в принципе, если ты очистил парус от морщин, то это автоматически натягивает его по нижним латам больше, чем по верхним, так как требуется больше натяжения, чтобы расправить низ. Натягивай, пока все складки не исчезнут. Можно влиять на работу паруса, изменяя натяжение по латам. Если ты такой, как Фил и эти ребята, то у них есть разные кончики лат с разной степенью утончения к концу, и они по-разному их тянут. Опять та же история. Вся тайна паруса в его напряжении полностью в этом. Это как мы пришли к латам из трех частей. Мы используем разного диаметра трубки, так что уменьшение диаметра по ходу латы становится более равномерным по сравнению со стержнем и жесткой трубкой, где имеется резкий переход, где стержень входит в трубку. Теперь изменения происходят постепенно от стержня, который теперь короче и легче, к средней трубке и задней трубке, которые делаются из стекла или углеволокна в зависимости от паруса. Плавники. Для слабого ветра, что надо иметь, это плавник, который даст тебе больше подъемной силы и даст тебе набрать высоту и быстро достичь верхнего знака. В средний ветер тебе нужен плавник с большим диапазоном, а для сильного ветра нужен плавник, который легко контролировать. За последние пару лет и доски, и паруса стали более эффективными. Это позволяет использовать плавники меньшего размера. Я бы точно посоветовал вместо использования всегда 70-сантиметровый плавник попробовать 66-68, я даже использовал 62-сантиметра плавника. Вы удивитесь, как это прибавляет скорость. Так что настало время, когда можно использовать меньших размеров плавники и не таскать 77-сантиметровые плавники с собой. Для легкого ветра большинство ребят используют мягкие плавники, которые отвечают на пампинг и облегчают выход на глисс, добавляют парусу тяги. При сильном ветре большинство используют жесткие плавники. Обычно я люблю не слишком жесткий плавник для слабого ветра, вроде средней жесткости. Я использую 70-68 сантиметров, не меньше. То есть от мягкого до среднего в легкий ветер. Сильный ветер размер уменьшается, и я оставлю более жесткий плавник, потому что доска тогда легче контролируется. Я использую де баше, в основном 70 сантиметров, иногда 68 для сильного ветра. Я предпочитаю среднюю жесткость, что дает более плавный толчок. Я не очень тяжелый, сейчас 82 килограмма. Наверное, если ты больше 90, то лучше взять жесткий плавник. Плавники, которые я сейчас использую, значительно мощнее и более капризны в контроле. Но с ними можно теперь иметь дело, так как паруса и доски стали такими стабильными. Поэтому теперь большинство получает мощность от плавника. Я знаю, Войтек всегда старается использовать меньших размеров паруса, так как он рассчитывает на мощный плавник. Теперь плавники становятся несколько уже и менее стабильными, но более быстрыми. В настоящий момент я использую самый мягкий плавник в линейке де баше. При этом я могу использовать маленький парус и получить ту же мощность, как с большим парусом. Только парус будет легче на руках, так что ты выигрываешь в результате. Многие топ-гонщики экспериментируют с углом наклона плавника. Я считаю, что в легкий ветер больше подъемной силы создаст более прямой плавник. В сильный ветер с чопом более наклонный плавник. Его будет легче контролировать. Новые современные слаломные паруса и доски обладают очень широким диапазоном и эффективностью, но выбрать правильный размер плавник очень важно. Не все слаломные курсы ставятся под прямым углом к ветру. Я выбираю самый скоростной плавник, который дает мне достаточный упор в рейл. Настройки Положение основания мачты, естественно, разные доски сидят в воде по-разному. Если мачта стоит слишком назад, то невозможно закрыть парус и закрыть щель. Тогда надо сдвинуть мачту вперед. Это дает лучше контроль в передоз. Если слишком далеко вперед, то ты будешь скрести парусом по палубе, что тоже плохо. Надо искать золотую середину. А если ты моего роста или меньше, это метр семьдесят, то надо опустить гиг ниже, чем когда ветер слабый. Тогда доска не будет взлетать вверх и задирать нос. Это понижает центр тяжести и легче все удерживать вместе. Если хочешь добиться скорости, используй меньший плавник, что позволит удержать доску на воде. Плавник будет иметь силу за счет скорости. И не забудь раздвинуть ноги в петлях, особенно в сильный ветер. В чем секрет успеха? Педаль в пол, держи парус закрытым как можно дольше, и это позволит тебе конкурировать с высокими и тяжелыми гонщиками. Я изменял положение гига со временем, в зависимости от досок, которые использовал. Когда-то я ставил гиг очень высоко, потом очень низко, а теперь, так же, как и все остальные, все зависит от формы рокера на доске. Мне нравится ставить мачту вперед и гиг повыше, чем большинство. Тогда мачта наклоняется больше. И если очень ветрено, я делаю то же самое. Мне кажется, лучше, если я раздвигаю треугольник сил. Если у тебя ноги как деревья, и ты суперсильный, как Бьерн или Кристианссон, то можно придвинуть мачту и ходить с мачтой вертикальной, при этом сохранять контроль. Мне нужен треугольник пошире между гигом, мачтой и плавником, чтобы идти быстро и быть способным ходить долго. При сильном ветре в сравнении с легким ветром, что я делаю, это ставлю плавник поменьше, двигаю мачту вперед. Еще, что я стал делать, это расставлять петли пошире. Это хорошо помогает с контролем при сильном ветре. Основное это сбалансировать размер плавника с его подъемной силой с подъемной силой от самой доски, чтобы суметь сдержать их под контролем. Как решать, что поставить на гонку? Я спрошу у Фила. Да, в общем, надо смотреть. С формулой теперь легче решать, так как можно брать только три размера с большими промежутками. То есть теперь есть диапазон ветров для твоего большого паруса и так далее. Мой самый большой парус это 11,6 метра. Разница между формулой и слаломом. При слаломе ты только ходишь в галфвинт, то есть ты на самом быстром курсе и тебе не нужна лишняя площадь. Когда ты на формуле, нужна большая площадь, чтобы идти на ветер или вниз по ветру. Слалом более эффективен, тебе нужно меньше паруса. В 15 узлов ветра в слаломе я буду ходить на 7-метровом парусе или 7,5. Но на формуле в 15 узлов я, пожалуй, все еще буду на моем 11-метровом.